Глава первая. Лёгкий способ бросить пить. Более 20 лет назад мне удалось доказать, что любой курильщик может легко бросить курить. Открыв этот метод, я всерьёз ожидал, что через несколько лет курение останется далеко в прошлом. Действительно, с тех пор, по самым скромным подсчётам, благодаря моему методу, более 5 миллионов человек избавились от этой привычки. Для большинства из них отказ от никотина оказался простым и приятным. Однако в мире существуют миллионы других людей, которые не слышали о Балли-Каре или его методе. Причину этого я вижу только в том, что для отказа от общепризнанной догмы требуется определённое время. В конце концов, всем известно, как трудно бросить курить. На протяжении практически всей нашей истории мы верили, что Земля плоская и находится в центре Вселенной. Общеизвестно, что для преодоления алкогольной зависимости человеку требуется огромное усилие воли, включая несколько неудачных попыток бросить пить. Также считается, что контролировать свои алкогольные привычки труднее всего тем, кто в этом больше всего нуждается. Если мне сложно убедить людей в существовании простого и приятного способа бросить курить, то сколько усилий потребуется, чтобы убедить вас в том, что любой человек может легко, навсегда и сразу решить для себя проблему алкоголя? Если вы подозреваете, что у вас сформировалась алкогольная зависимость, или уже считаете себя алкоголиком, общество анонимных алкоголиков АА, известное своим авторитетом в области борьбы с алкоголизмом, вряд ли оказывает мне добрую услугу своим категорическим заявлением. Алкоголизм является хронической болезнью, от которой не существует известных способов излечения. К сожалению, такое мнение пользуется активной поддержкой многих известных медицинских специалистов, средств массовой информации и общества в целом. Убеждение в неизлечимости алкоголизма укоренилось настолько глубоко, что я не обижусь, если вы бросите эту книгу в мусорное ведро, даже не раскрыв ее. Но, пожалуйста, не делайте этого. Многие врачи не разделяют точку зрения анонимных алкоголиков и других организаций, стоящих на аналогичных позициях, но они очень неохотно выступают со своими возражениями на национальном телевидении. Если вам довелось быть членом анонимных алкоголиков или аналогичной организации, то на 20-м году процесса вашего излечения вас, наверное, удивит, как я могу писать эту книгу, с одной стороны отрицая основы системы анонимных алкоголиков, с другой – посвятив саму книгу этому обществу. Все дело в моем глубочайшем уважении к этой организации, которая спасла рассудок и жизни буквально миллионов алкоголиков, людей, находившихся на грани отчаяния, потерявших работу, друзей, дом и семью, существовавших без проблеска надежды и тени самоуважения. Анонимные алкоголики оказывают таким людям радушный прием и поддержку, независимо от их расы, социального статуса, религии или убеждений. Более того, анонимные алкоголики никогда не критикуют и не обвиняют своих членов. Многие из них посещают собрания после особенно тяжелых дней. Атмосфера в приемной зубного врача покажется вам веселой вечеринкой по сравнению с той, которая царит в комнате сбора членов анонимных алкоголиков до начала собрания. Когда они начинают рассказывать свои горестные истории, настроение у всех постепенно меняется, все чаще раздается смех, теперь уже в этой комнате действительно все похоже на вечеринку, даже без алкоголя. Я не католик и знаю, что многие считают исповедь выпиющим лицемерием. Во всех подобных ситуациях всегда существуют две стороны медали. И я не хочу углубляться в эту тему. Скажу только, что сняв груз с души, испытываешь облегчение. Если беда, разделенная с другом, уже полбеды, то насколько легче станет ваш груз, если им поделиться с целым залом, особенно если каждый из присутствующих может сопереживать, не осудит и не потребует возмездия. Хотя всех этих людей объединил общий враг, они часто обсуждают вопросы, которые вообще не имеют отношения к алкоголю, и касаются ежедневных стрессов и несправедливости, с которыми вынужден сталкиваться каждый из нас, независимо от наличия или отсутствия алкогольной зависимости. Я действительно настолько поражен той поддержкой и реальной помощью, которую анонимные алкоголики оказывают алкоголикам, что, по-моему, пора организовать анонимное общество решения всех проблем, которое будет действовать на принципах анонимных алкоголиков. Я уверен, что если бы такое общество существовало, многие жертвы смогли бы вообще избежать алкогольной западни. Одно из самых плачевных последствий алкоголизма заключается в том, что его жертва остается без гроша. Достаточно состоятельные люди, у которых ситуация с алкоголем вышла из-под контроля, могут отправиться в реабилитационный центр. Но для подавляющего большинства алкоголиков единственную возможность получить эффективную помощь представляет общество анонимных алкоголиков. Так почему же я подвергаю сомнению основу основ стратегии анонимных алкоголиков? Мысль о том, что алкоголизм – болезнь, от которой не существует известных способов излечения, потому что она основана на заблуждении. Анонимы «Он вне Score» Субтитры добавил DimaTorzok